Ребят, всем привет, добро пожаловать на канал и сегодня в данном видео я расскажу о самом простом способе установки Windows 10 без использования флешки и диска. Поехали! Если все-таки у вас флешка есть, у меня есть отдельное видео, где я устанавливаю Windows 10 прямо с флешки. Если интересно, ссылочку я оставлю в описании. Я просмотрел огромное количество видео о том, как установить Windows 10 без флешки. И там люди слишком сильно заморачиваются. Зачем-то создают дополнительные какие-то разделы, используют какие-то программы. На самом деле все гораздо проще. Это способ установки Windows 10 уже из существующей операционной системы. То есть, к примеру, если у вас сейчас стоит Windows 7, Windows 8 или Windows 10, вы без проблем сможете накатать туда десятку. Для начала переходим на официальный сайт Microsoft и просто скачиваем ту самую всем известную утилиту для записи образа. Жмем «Скачать средство сейчас», открываем файл. Помимо того, что эта утилита может записать образ на флешку, с помощью нее можно также скачать сам образ Windows 10, что мы сейчас и сделаем. Жмем «Принять». Выбираем «Создать установочный носитель USB и бла-бла-бла». Выбираем необходимый нам язык, в моем случае русский. И тут нажмем на ISO Fire. Жмем «Далее». И скачиваем куда угодно. Можете на диск C, на диск D или даже если на флешку, без разницы. Просто жмем «Сохранить». И утилита начнет скачивать образ на Windows 10. Дожидаемся окончания. Жмем правой кнопкой на скачанный образ и нажимаем «Подключить». Тем самым Windows просто смонтирует образ на виртуальный привод. У вас должно открыться такое окно. Если оно не открылось, переходим в «Мой компьютер» и выбираем вручную DVD-дисковод. Жмем правой кнопкой «Открыть». Перед началом установки обязательно освободите минимум 40-50 гигабайт свободного места, иначе Windows не установится. Место освобождать нужно на том диске, на который вы хотите установить Windows. То есть, если хотите сделать на C, удалите там какую-то информацию, либо перенесите ее на другой диск. Ну, если на диск D, то проделывайте все то же самое. Помните, что ваши данные на диске C, D и так далее не удалятся, потому что во время установки Windows вас спросит, сохранить ли их. Если вы нажмете «Да», то он их поместит в папку Windows Alt. Другие диски он никогда не трогает. Но если же вы случайно удалили свои данные, в таком случае я советую воспользоваться программой по названию Modern Share Recovery. С помощью нее вы сможете восстановить удаленные данные с диска, слешки и так далее. Для того, чтобы ее установить переходный в сайт, жмем «Скачать для винт». Я на флешку закачал два файла, это одно из моих видео и фотография BMW M5. Сейчас я полностью удалю все данные с флешки. Ничего нет. Запускаем программу, выбираем нашу флешку, с которой были удалены данные. Жмем «Начать» и дожидаемся окончания сканирования. Можешь видеть, что он сразу восстановил фотографию и видео. Для того, чтобы восстановить файл, вам нужно его выбрать и нажать кнопку «Восстановить». Указать путь, куда нужно восстановить файлы, например, на рабочий стол и дождаться окончания. После у вас откроется папка, переходим в нее, открываем видео. Как вы можете видеть, все исправно воспроизводится. То же самое с фотографией. С помощью данной программы вы также сможете загрузиться с флешки. Отзывы в основном положительные. У «Вондершая» есть также другие программы, например, «Редактор видео» и «PDF файлов». Если интересно, ссылочку я оставлю в описании. Для того, чтобы запустить установку, нужно найти файл «Сетап». Тут их два. Если вы запустите вот этот, который находится в самом начале, то там Windows попросит ключ. Есть другой способ. Переходим в папку «Sources» и находим файл «Сетап». Запускаем его. И все, у нас сразу появляется меню установки. Что касается Windows 7, здесь у нас встроенного эмулятора нет. Поэтому придется воспользоваться программой под названием «Ultra.so». Ссылочка будет в описании. Тут есть бесплатный период 30 дней. Мы переходим в файл, жмем «Открыть». Выбираем наш скачанный образ. И далее нажимаем «Сервис», «Смонтировать на виртуальный диск». И после нажимаем «Смонтировать». После установки программы не забудьте перезагрузиться. Ну и далее заходим в наш привод. Как вы можете видеть, он удачно его смонтировал. Также открываем правой кнопкой мыши. И далее переходим в папку «Sources» и открываем файл «Сетап». Как вы можете видеть, все удачно у нас запустилось. На Windows 8 тоже все работает. Кликаем правой кнопкой мыши по образу. Тут у нас уже есть эмулятор, как и Windows 10. Жмем «Подключить». У нас сразу откроется окно. Либо переходим в мой компьютер, жмем правой кнопкой по дисководу «Открыть». И запускаем тот же самый файл в папке «Sources» и «Сетап». Здесь нам предлагают скачать обновление. Отказываемся. Если у вас есть ключ, можете его ввести. Если у вас его пока нет, жмете «У меня нет ключа продукта». Выбираете необходимую версию. Жмете «Далее». Принимаете условия соглашения. Жмем на «Выборочная установка». У нас появляется список с разделами жестких дисков и SSD. Все просто. Вы можете нажать сейчас «Альтап» и вернуться к моему компьютеру. Здесь найти тот диск, на который вы хотите установить винду. Например, если вы хотите сделать это в то же место. Например, на диск «С». То смотрите, сколько тут у нас свободных гигабайт. Снова нажимаете «Альтап». Переходите в меню установки. Находите вот диск «С». А, кстати, да, они тут, видите, подписаны еще сразу. И жмете «Далее». Я буду ставить на тестовый SSD. Если вы выберете диск «С» с предыдущей виндой, то у вас появится вот такое сообщение, где он спросит вас, поместить ли ваши файлы со старой винды в отдельную папку Windows Sold. Чтобы их сохранить, нажимаете «Да». Нажимаем «Далее» и все. Процесс установки у нас запустился. Все остальное произойдет в автоматическом режиме. То есть после нажатия на кнопку «Далее» вам не нужно заходить ни в бут-меню, ни в BIOS. Просто дожидаемся окончания установки, когда появится приветственное меню Windows 10. На современных компьютерах установка будет длиться примерно 10-15 минут. На старых доисторических компьютерах может занять до 2-3 часов. Поэтому просто не торопитесь. У нас появилось приветственное меню. Для того, чтобы сэкономить свое время, обязательно отключите свой компьютер от кабеля интернета. Если у вас Wi-Fi, то просто дальше в настройках не подключайте его сразу. Потому что установка попросит учетную запись Microsoft. Если вы ее не видите, он не даст вам дальше установить. Придется вспоминать пароль, либо регистрировать учетную запись. В общем, очень много времени. Выбираем регион, жмем «Да». Выбираем раскладку. Если хотите добавить еще третью раскладку, то можете нажать вот сюда. Жмем «Пропустить». Вот он просит к Wi-Fi подключиться. Жмем «У меня нет интернета». Подключимся потом. Продолжите ограниченную установку. Вводим название учетной записи. Далее. Если вам нужен пароль, то вводите его сюда. Если он вам не нужен, просто нажмите кнопку «Далее». Тогда пароля не будет. Так, ну тут отключаем все, что вам не нужно. Жмем «Принять». И дожидаемся загрузки рабочего стола. Вот и все. Установка Windows завершена. Согласитесь, ну очень просто. Без программ, без записи образов на флешку, без BIOS, без BOOT-меню. Самый быстрый способ. Обязательно скачайте и установите все официальные драйвера сайта производителя своего ноутбука или материнской платы. Все инструкции для каждого производителя у меня есть на канале. В этом ничего сложного нет. Все ссылки я оставлю в описании. В принципе, на этом все. Напишите в комментариях, удалось ли вам без флешки переустановить Windows. Если есть какие-то вопросы, можете оставить их там же. Если данное видео вам помогло, обязательно поставьте лайк. В любом случае, подпишитесь на канал. Всего доброго. Пока.